Я беру 6 луковиц среднего размера. Лук нарезаю тонкими четверть кольцами. Чтобы не очень хотелось плакать во время нарезки лука, нож периодически смачиваю в холодной воде. Чтобы смягчить вкус лука, я добавлю к нему 2 чайных ложки соли и залью холодной водой на пару минут. Пока отодвигаю в сторонку. Пока лук отдыхает, я потру одну крупную картошку на терке. Возвращаемся к луку, вынимаем его из воды. Даем ему немного стечь и отправляем к картошке. Дальше к картошке с луком добавляем 2 яйца. Подсолим. Я добавляю где-то 2 трети чайные ложки соли. Добавим щепотку черного молотого перца. И перемешаем эти продукты. Аромат великолепный. Лук смягчился и не печет. Дальше добавим сюда 2-3 столовые ложки муки в зависимости от размера лука и картошки. И снова хорошо перемешаем. Сковороду разогреваю на огне. Меньше среднего и добавляю растительного масла. Выкладываю на сковородку не толстым слоем в виде таких лакматых оладушек. Когда они зарумяниваются с одной стороны, переворачиваю на другую. Еще раз обращу внимание, чтобы все хорошо прожарилось, огонь должен быть меньше среднего, то есть небольшой. Из того количества продуктов, что я брала, получилось 2 тарелки таких вот ароматных, вкусных, драников, оладушек или блинчиков. Такое блюдо идеально подойдет на вкусный, экономный завтрак или ужин. Подавать его можно со сметаной, с кефиром, с чаем, как угодно. Если этот рецепт был для вас интересен, готовьте с удовольствием такое блюдо. Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк и жду ваше мнение в комментариях. Или просто оставьте смайлик в комментариях. Будьте здоровы! Увидимся, как всегда, в следующем вкусном видео!